ОСОБОЕ МНЕНИЕ на 101FM Вы знаете, я тоже за то, чтобы были прямые выборы Меня очень много раз назначали И я говорю, что в 1984 году был назначен первым заместителем начальника северного речного пароходства Это ЦК КПС утверждает, между прочим И был несколько раз избранный Избранный и назначенный, это совершенно разные вещи Конечно Даже ощущение у человека Ты отвечаешь перед тем населением, которое избрало тебя А не перед тем дядей, который тебя назначил И поэтому, понимаете, вот я не знаю Та команда, которая была со мной А в марте следующего года будет ровно 20 лет С того дня, как вас избрали Время-то как быстро летит, я к этому Почему? В 2017 году А, простите, в этом году уже 20 лет Господи, действительно летит время-то дороже Нет, но меня назначили в 1996 году Он назначил в 1996 году Потому что Гривачкин подал заявление об отставке Ну, бастовали учителя, все школы бастовали Все детские сады, 250 детских садов в городе Кирове И 76 школ Значит, все забастовали Значит, там 2-3 номера работали Вот, потому что, ну, не платили заработоплату Не платили зарплату Наверное, за 6 месяцев у них будет задолженность по заработоплате И они отпускные В отпуск пошли В мае месяце у них тоже не дали На копейке И поэтому вот они забастовали И вот Гривачкин подал заявление Не потому, что он плохой человек Нет, он хороший парень Значит, но Он думал, что вот он подаст заявление И они все в школу пойдут А они не пошли Ну, вот тогда Сергей Геленков уговорил меня Значит И назначил Значит, тоже длинный разговор Значит, и чем вот сегодня Сегодня, по-моему Да, давайте к современности Сегодня такое впечатление Что мы просто в городе без власти Без власти? Без власти На основании чего вы делаете в такой город? Никто ничем не управляет Слушайте, вот в моем доме Я на Горбачево 60 живу У нас нет до сих пор Нет ни горячей воды Нет ни тепла Ни горячей воды В комнатах 12 градусов Слушайте, ну это ладно Взрослый человек А там, где дети растут и живут Ну, им-то как? И чем объясняют коммунальщики Отсутствие тепла? Никто ничем не занимается Мы уже третий раз меняем управляющую компанию Третий раз меняем управляющую компанию И не ТГК Не ТГК валит на управляющую компанию Управляющая компания на ТГК Значит, и сегодня Вот в этой ситуации сегодняшней Значит, мы на 15 лет Сдавали в аренду тепловые сети Сейчас забрать тепловые Водоканал Водоканал забрать И предупредить их Слушай, ребята, или вы работаете Или вы работаете ТГК Или не просто деньги собираете А работаете Значит, и обеспечиваете тепло И горячую воду в домах Или мы вообще Расторгнем договор Но там некому Все не заниматься этим делом Там А в чем проблема-то? В людях Им не хочется работать В целом система Где Собак-то зарыто Она система такая Вот вчера Люди ведь платят? Платят В основной массе Вот Вчера Шихов Значит, я не знаю Он, по-моему, заместитель У Значит Бургурора бывшей Кировской области Говорит А сейчас намного меньше Обращений стало Значит К нам От гаража На, собственно Тепло Да Бесполезно жаловаться Вот у меня сосед сверху Написал жалобу в прокуратуру Две недели назад И ни привета, ни ответа нету Никто за что не отвечает Я не знаю Какое-то полное безвластие в стране Понимаете? Полное безвластие И мы говорим Ручное управление Это какое ручное управление? Должна быть система Это ручное управление Привело вот к чему Если по стране в целом говорить Значит В годы советской власти Была статистика такая Страной Советским Союзом Управляли Управленцев было 800 тысяч человек Сейчас 2,5 миллиона На одну Россию Чрезмерная, на ваш взгляд, цифра? Ну, конечно И, понимаете Какие-то логисты Какие-то черти у нас, ребята Ну, мы В чем делом-то? И, понимаете А для нашего города? Ведь многие прекрасно помнят Что вы Чиновников своих подчиненных Так особо не жаловали Лаской И с ними Строго вели себя И держали их В ежовых рукавицах Только так Сейчас ведь штат Городских чиновников Намного больше Нежели было Да, сейчас Почти никому ничего не было Ваша У меня такое впечатление Что Нет Всех моих людей Убрали оттуда Значит Там почти никого не осталось Единицы остались Значит Ну, я не знаю Сегодня такое Какое-то впечатление Может быть Как в какой-то степени Возраст мой Говорит о том Что-то еще Но, по-моему Стали Отношения И к работе Отношения И к людям Ну, абсолютно Наполевательское Ну, раз уж мы темы ЖКХ Коснулись Давайте поподробнее Еще здесь останемся Ежегодно Мы слышим о том Что сети у нас Изношенные Что нужно Менять их Причем Менять не в тех масштабах Как это сейчас делается Что денег нет Что нужно Конституционное соглашение Заключать с ресурсниками И так далее И тому подобное И ежегодно Наступление отопительного сезона Ну, это такой большой стресс Для всех И для тех, кто подключает тепло И для тех, кто пользуется То есть для нас Что там произойдет Какая экстренная ситуация Никто не знает Вот Вроде как на пороховой бочке Действительно так? Есть для вас По вашему мнению Кардинальные предпосылки Для того, чтобы менять ситуацию? Вы знаете Вот когда Вы хорошо вспомнили Что меня 17 лет 10 15 лет назад избрали 20 Да И знаете Дело всего чем Я, наверное Когда избрали Месяца три прошло Я говорю Найдите Сухарева Конституционного федоровича Он примерно 6 или 7 лет Правил городом Киров Представить Гориспулкома был Советское время Да Пришел Сухарев С Михеевым Мы встречались до этого Много раз И потом И позднее И с Сухаревым Вот я ему Говорю Там Чего говорят За стенами Он говорит О чем Я говорю Ну команду Разогнал Создали Единый торг Торг Магазины Которые не Проэтизированы были Торг создали Он нужен Не для того Чтобы там Зарплату выдавать А он нужен Для того Чтобы цены держать Вот Если Скажем Начались прыжки Цен На сахар На муку На крупу Этому Кондакову Задача 3% Иначе Я тебя Извини Гору отрыву 3% на оценке Да Не больше И все эти Валенчуки Березины Все эти Не мыкины Или 3% Держат Никто Брать не будет Старики Пойдут Куда угодно Все Торг Нужен Значит Мы создали Единый горжевый управление Вот О жилье Мы говорим Значит И первым делом Я их отправил на чердаки Ребята Вы проверьте чердаки Вот такие сосульки Которые висят У нас не подойдет сосульки Проверьте чердаки Если Утеплителя там уже нет На чердаке Значит тепло выходит На крышу И бросает сосулька Вот поехали И много обнаружили Таких крышек Что делали Да много Половина А что делали Утепляли просто Чтобы тепло не уходило Совершенно верно Просто И значит Значит Вот это здание Начали ремонтировать У районов бюджета Это брали В ту пору Уже Значит Вот это здание Начали ремонтировать Англандский наблюдатель Вещит как пилограмма Он говорит А вот давай С этого здания Начнем У нас на вятке Так говорят Если ты у себя Под носом Не можешь прибрать Какой ты к черту Хозяин И правильно И правильно Ремонтируешь Ну мы уже лазим На воровского Здание Воровского 39 называется Значит С воровского Здесь закрыт Ход был Значит Отремонтировали Все И начали здесь Ходить Понимаете Вот Как ни Странно Но ведь Меня не приглашал Ни один из Глав администрации Города Кирова Что вы имеете ввиду Ну вот Просто побеседовать А после того Как вы Сложили полномочия После 2007 года И потом Понимаете Дело в том Что у нас Какие-то У нас странные ситуации Вот Ну Простите меня За слово Дикие законы Значит Вот Было 60 лет Срок муниципального Субра 60 Границы 60 годами Я ушел 60 лет Надо уходить Значит Сейчас Владимир Владимирович Исполнилось 65 Он сказал До 65 лет Не сейчас Еще послезавтра Ему будет 65 Значит Сейчас Ела до 70 И Ушел в медакадемию Лекции читать Все там Нормально Там ректору нужно было Ну Именно человек Потому что Все лечебные учреждения Поставили вопрос Ты кафедру держишь У нас Значит Лекции читаешь здесь 27 кафедр у него В лечебных учреждениях Значит Протя аренду брата А у него нечего протянуть Вот ему нужен был Человек типа Киселева Чтобы Всех этих главных врачей Значит Все Уговорили Значит И И там тоже самое Читаю лекции И значит И закон Ректор до 70 Про ректор до 65 Я прихожу к ректору Шашунов Игорь Вячеславович Говорю Мне Стол накрывать Али как Он говорит Давай мы сейчас Министру письмо напишем Ну она продлит на год Ну и дальше что Значит и ушел Короче говоря Значит Какие-то законы у нас Весьма странные Вот сейчас Избрали Трампа 72 года Он ровесник мне Ну я не знаю Конечно Все говорят Что старик Старик Ну я не знаю Но Там другой уровень жизни Я считаю Я считаю Что глава администрации Города Кирова Должен быть Либо первый Бывший Заместитель Который знает Уже этот город И знает И улицы И знает Проблемы И знает Значит С чего начинать И либо Глава района У нас 4 района Ну а Вот сейчас Снова То есть те люди Начальники теруправления Вы имеете ввиду Которые находятся В статусе Заместителей Главы администрации Вот они Да на ваш взгляд Нет Такой кадровый резерв Глава администрации Должен быть Либо Из Заместителей У меня Заместителей куча Значит Либо из Глав районов Вот кто Районов города Кирова Да Нет Сейчас система такая Что они все в статусе Заместителей главы Да И первомайский И октябрьский И ленинский Совершенно верно Вот знаете Я в прошлом Года два Вы знаете Такая еще вещь Значит Я наверное Года полтора назад Звоню Одному главе района Говорю Миша Ты можешь Этих предпринимателей Построить В одну шаренгу И Командирским голосом Потребовать Чтобы хотя бы Крапиву И лопухи Скосили вокруг Своих офисов Он говорит Василий Ильич Это в твое время Они Как Маяковский Выражался Задрав шестоны Бегут И исполнять Если ты что-то скажешь А сейчас они еще подумают Я говорю Так Миша Для них надо что-то сделать Долгополовы Вы имеете ввиду Да Для них же надо что-то сделать Вот Мы в свое время Дважды Занят Министерство города Закладывать в залог Что предприятия Взял кредит Мы садились за стол С налоговой инспекцией Кстати говоря Тоже наш Опаринский парень Значит Земляк Наш Опаринский Василий Алексеевич Родом Да Садились за стол Значит Чтобы подписать Содолжение Ты его не трогай Ради бога Вот год Он выйдет Поднимется И он заплатит Все аренды Платы Сегодня Налоговая стала Прижимать предприятия Предприятия все ушли Из города Сейчас вообще странная ситуация Ведь у нас И кинофестивали И авиашоу 2 А авиашоу проводили И команды Футбольная Хоккейная Баскетбольная Ведь это же в основном Предприятия Они платили деньги-то А сегодня Вы знаете Ну вот хороший парень Это не профессия говорят Значит У нас так говорили В свое время Вот сейчас Назначили И на футбол И на хоккей С мячом Хороший парень Вроде бы хороший парень Но ему же никто Ни рубля не даст Василий Алексеевич Давайте мы тему спорта Затронем чуть позже Сейчас небольшую паузу сделаем Я напомню Что это особое мнение Василия Киселева Избранного мэра Кирова С 97 по 2007 год И мы продолжим Через минуту Продолжаем нашу беседу С Василием Алексеевичем Киселевым Давайте подытожим То о чем мы говорили Несколько минут назад То есть ваш совет Чиновникам Управленцам Тем кто стоит У руля города Менять отношение К своему делу Так я понял Для себя формулирую К людям Менять отношение К делу К людям К чему еще Ну и Слушай И команда И команда Да команда Это очень сильная команда Понимаешь Каждый должен быть У меня было очень много военных Им Почему много военных Потому что Им два раза не надо повторять Один раз сказал Все привет Я не сам капитан фроранга Значит Два раза им не надо повторять Сказал все И вот Бахтин Юрий Михайлович Значит Потом У меня Я очень слаб В юриспруденции У меня очень сильные Были всегда юристы Вы понимали это Что вам нужен такой человек И вы нашли Нашли таких людей Понимаешь Поэтому Вот Сейчас я не знаю Ну как-то Все идет на хороший человек Ну хороший человек Это же не профессия Слушай Вот это уже Маша Гайдар Белых мы сейчас И приглашал меня И я сам приходил О Главы администрации Не приглашали А глава региона Приглашал На миссию Да Глава региона Я вообще Влюблен в этого Никиту Слушай Честное слово Я считаю Что это Ну просто Глупость Вы знаете Вот был Со временем Глупость вы имеете ввиду Ситуацию В которой он оказался Да Вот знаете Был Калинин Начальник Уфсин Он говорил Когда он уходил Генерал полковник Он говорит Треть Треть Осужденных Сидят За преступления Которые не совершали Треть Вот Никита Точно не совершал Слушай И вот сегодня Вот мы Следим Вы следите Я слышу Значит За этим делом Ну он же говорит Значит Он мне Я говорю Только не бери деньги в рука И он записывает Не бери деньги в рука Нафига ты тебе надо Потому что Кто дает Он все равно Считает Что ты 3 рубля Ты замылил Нафига тебе надо Слушай Ты за 3 рублей Мраться будешь И поэтому Я не знаю Пока У них ничего не получается Я так считаю Особое мнение Василия Киселева Кстати Не бери деньги руками Это была фраза Сказанная В обстоятельствах Но это была частная встреча Ну с глазу на глаз Рабочая С глазу на глаз Он записывает все И она не касалась Вернее Она касалась Сферы такой узкой Отдельной Всех Всех сфер А всех сфер Это был разговор Вы мне до начала Нашей беседы В эфире сказали Что если есть люди Желающие Вложиться во что-то Пусть напрямую Перечисляют Вот такая штука Значит Вот это Там нет еще времени Есть Команда Родина Я Знаешь Ну вот Президентом Куба был Замеситель Мамаева Не Маури Как сейчас Маури Никто денег не даст Не рубля ему Значит Он говорит Слушай Василич У нас в ходе с деньгами Я начинаю Говорю Список мне принесите Тех кто играл В хоккей Один второй Третий Слушай Там директор Замеситель Директор шинного завода Замеситель директор Из кожи Господи Мужике надо помогать Все напрямую туда Маури Вернее Звонил Калинину Калинка Мрозов Мрозов за ним Говорю Ты сможешь Ты тоже играл в хоккей Он говорит Играл Я говорю Ну помогать В кругу ты надо Он говорит Посмотрите У меня сейчас Полная задница С деньгами Давай я ему По дубленке сошью Все Завтра Все 27 человек Туда Быстро Нись Формы Снимать Все Натурпродукт То есть Все как-то А кинофестиваль Значит Вот Я у Швидкова Дважды был У Швидкова Прежде чем Кинофестиваль Затащить сюда Значит Ладно Швидков это Министр Культуры Ой да Много времени Прошло уже Забывались Эти фамилии Второй раз Значит Ладно Он вот Смитут тысяч Рубля записывает А остальные Надо искать Ну Бюджеты Деньги У меня повесят За это дело Понимаешь И председатель Думы Председатель Думы Первый секрет Другом О партии Никулин Это Не пацан С базара Значит Клич бросили Слушай У нас вот Куча И Эти самые И Верские Наблюдатели Кто Спонсирует Все Великие Артисты Приехали Слушайте Мы стоим На площади На площади Стоим Зельгин Девятнадцатого Года Поэты пляшают Значит На площади Значит Мы с женой Там еще Куча народа Женщина стоит Говорит Господи Я не знаю Эти женщины Господи Никогда не думала Что Зельгина Живьем увижу К сожалению Все забросили Мы мечтали Сделать его Международным Визиваль Визиваль Продолжаем Наш разговор Василий Киселев Избранный мэр Кирова На протяжении Десяти лет С девяносто седьмого По две тысячи седьмой Годы Давайте Раскроем Небольшой секрет Хотя тут Никакого секрета И нет Сегодня Стоится Инаугурация Главы города Елены Васильевны Киселевой И как вы сказали Ковалевой Ой Прождите Ковалевой Да Поковорка такая Интересная И вы приглашены Ну не будем В подробности вдаваться В общем Некий депутат Вас пригласил Для того чтобы Вы лично С Еленой Васильевной Познакомились Вот очень бы хотелось Знать Какие бы наставления Советы Рекомендации Вы бы ей дали И сегодня дадите Обязательно Вы знаете Я не знаю Будет ли у меня Личная встреча с ней Ну давайте предположим Что будет Пять-десять минут Пятнадцать Пообщаться С будущим Главой администрации Города Кирова Который прогнозируется Который 27-го числа Октябрь вместе назначают Встреча будет Видимо будет Вы сами будете добиваться Этой встречи Или вас ведут с ним Один депутатов позвонили Сказал что Значит вот он Хотел бы встретиться Он не наш Невятский мужик Невятский человек И он бы хотел Имейте ввиду Как-то увидеть Илья Шульгина О нем говорится Да И вот мы поговорим С ним И о ТГК И о спорте И о бездной дороге И вот сейчас Можете тезисно Изложить Что вы Тезисно Изложить хотя бы Можете Что вы собираетесь До него донести Во-первых Сельское хозяйство Поближе пожалуйста Сельское хозяйство Значит Многие мэры городов Расспрашивали И спрашивали Как это Получилось Я говорю Не я организовал Это еще Михеев Организовал 9 пригородных хозяйств Были продувались На кольцо города Кирова Сегодня все уничтожили Ну как же У нас сегодня Нет ни чистых прудов Ни русского Ни птицефабрик Ни которых Две их было Больше их не стало Понимаете Вот сейчас сделали Вроде бы тротуары Тротуары Вернее Проезжую часть сделали А тротуары не сделали Подождите Не торопитесь Василий Викторович Вы будете настаивать На возрождении Эти сельхозпредприятия Или Нет Я просто Я просто Доведу до него До Эту мысль Что вот Были эти предприятия И что Эти земли сегодня Заброшены И они никому Не нужны сегодня И если бы Он создал Какие-то предприятия В этом отношении Было бы очень замечательно А какие Тоже сельхознаправленности Конечно Сельхознаправленности Потому что Я не знаю Значит Ну вот Как Вот я ему Расскажу такую штуку Была у меня встреча С Васильевым В сентябре прошлого года Я ему говорю Вот С уже губернатором Кировской области Полноценным Я ему говорю Вот Вы сейчас начали Ездить по районам Вы просите Две справки Историческую справку Откуда Зуевка Или там Совет взялся И справку О социально-экономическом развитии А с момента Когда орден Ленина дали Кировской области Вот сколько было Наседения Сколько было Значит Школ Сколько было Учащихся Сколько было Коров Сколько пахотных земель Сколько урожайность Сколько надоли Причем основные моменты Социально-экономического развития И помощнику сказала Помощника спрашиваю Потом через месяц Говорю Вы готовите справку Он говорит Нет Он не требует То есть ему это не на ничего Это плохо Это плохо Когда глава региона Едет в район Не зная историю Совершенно верно Не изучая что было Он в сегодняшней ситуации Ездит Ну а Историю-то Ну в том же Апаринском районе У нас не осталось Ни одного колхоза Один более-менее Там как-то еще Дышит Ну вот Предприниматели держат Но Я с предпринимателем С многими разговаривал Говорю Ребята А вот если вдруг Область потребует И часть Летом же Вы же заготовкой Не занимаетесь Леса Значит Заниматься сельским хозяйством Он говорит А почему бы нет Вот двое Из Котельнича Из Даровского Ну Ну надо же этим делом И здесь И здесь Вот в городе Кирове Если у людей работы нет Нет работы Люди пойдут в это дело А потом Ну я не знаю Ну все же предприятия Вот Один из главных вопросов Вернуть Доверие населения К власти Значит Эти предприятия Надо вернуть С регистрации В городе Кирове Потому что Ну так же же невозможно Не может так Общество жить Дальше Это же тепло Вот я говорю Вот в новом углове Администрации Города Кирова Это же тепло Вот сейчас Мы тогда На 15 лет Отдали водоканал Ты забери его сейчас Водоканал забери И предупреди И договор Очень внимательно Прочитай Договор Дума же Принимала решение И договор Внимательно Прочитай Если они Что-то не выполняют Что-то не выполняют Ну Вплоть до того Что на следующий год Мы заберем Предупредение Одно Второе Третье И забрать тепловые сети Мы так же Не можем Сейчас это уже Не водоканал называется Как? Сейчас это уже Не водоканал называется Нет Водоканал Это отдельно Да Отдельно Водоканал Новецкий Остался Да Водоканал Ну понятно Что вы ресурсно Снабжающая Так называемая Организация Так Так Значит Еще бы на что Внимание обратили Я обратил бы внимание На троллейбусы Обязательно На троллейбусы Троллейбусы Мы в свое время Сделали улицу На строителей Троллейбусы Ветку Линию троллейбусную А вот сейчас Мы мечтали Мы мечтали До Нововязка довезти Ну хотя бы До инвестиционной больницы Довезти Были такие планы Обязательно Эти же вещи надо Значит Вот Скажем Такая вещь Вот Я живу В районе Порошина Новоталица У нас У нас выбрали контейнеры Контейнеры Для сухого мусора Значит Для бытовых откуда Да Говорят Ставьте индивидуальные Индивидуальные Ставить не будет Вот Десятиклассники Одиннадцатиклассники И волонтеры Убрали В лесах Все Значит Зачистили лес Сейчас завалят Полностью целиком Ну что же мы делаем А Ну ты разберись Вот с этим делом И потом Вы знаете Я ведь каждый день Город объезжал Я каждый день Объезжал город Сегодня Филейка Значит Завтра Кольцова Упита Значит И вот Не только Это самое А надо И Оторвать От кресла От мягкого кресла Задницу Значит И вылезти Они Снег убирают Не убирают Зимой Скоро пойдет Она пройдет Не пройдет Они Страву косят И не косят Значит Мусор вывозят Не вывозят Слушайте Ну то есть Вот эти вот вещи Обязательно Для главы И потом По бытовым отходам Мне интересно Почему никто Не будет ставить Аня Потому что Мы же в городе Платим уже Да У нас есть в городе Квартира Мы в городе Платим И индивидуальный Контейнер Ставить там В прошлом А зачем Ксак говорит Это недорого совсем Скиньтесь Да поставьте контейнер Ну Нет 250 рубля Самая Для пенсионера Я не знаю И зачем И потом Этот контейнер Вот они не могут Увезти Из этих контейнеров Там воняет Из них Потому что Долго лежит И у тебя под носом Он будет стоять Контейнер Для сухого А с этой точки Он таким же образом Через два месяца Увезут Никто не ставит Так Василий Алексеевич Давайте немножко Сделаем Небольшую паузу Реклама у нас Сейчас будет Мы скоро продолжим Продолжаем наш разговор С Василием Киселевым Избранным мэром Кирова С 97 по 2007 годы Мы остановились Василий Алексеевич С вами на тех Рекомендациях И советах Которые бы вы дали Будущему главе Администрации Областного центра Прошлись уже По ЖКХ Прошлись Коммунальная тема Про дороги Не сказали Вы там начали Да Почему дороги делаются Почему тротуары Не делаются Я звонил Главе района Первомайского района Говорю Слушай Так вот Напротив Стата управления Дорога намного Намного ниже Садиметров Наверное На 30 ниже Вернее Выше дорога Чем тротуар Значит Ну ведь Это же Вся грязь Будет Туда На тротуар Ну никто же ходить не будет И когда Дождь В этом году Мы не сможем Мы это самое Ну я ребята Ну надо делать Комплекс Это делай Эти вещи Я не знаю Кстати в этом году Василий Алексеевич Как оцениваете Дорожный ремонт В нашем городе Федеральная программа Безопасные Качественные дороги На будущий год Будут серьезные суммы Выделяться А городские власти Как мы знаем Не могут выделить Серьезные деньги Что действительно У бюджета денег нет Нормальных Больших Для того чтобы Дороги Тротуары В городе сделать Ну вы знаете Когда я уходил С мирового города Возбудили уголовное дело Потому что Дороги без сонку Заремонтировал Вы Да И разводилось Это дело Полностью И целиком Причем Шайкову было сказано Когда Верховный суд Подали ребята Значит Верховный суд Верховный суд Отклонил это дело И Закрыли дело И Шайкову было сказано Что у Киселева Есть диплом Лучше мы России Ты имей ввиду Что если ему год Условный намытаж То нормально А если не намытаж Так чтобы сами Придеться разбираться И убрали Это кстати очень важный момент Лучший мэр России 2004 года Да Значит Так вот Мы же не пустили Мы же их Деньги не было Мы их не пустили в Киров Мы их на Авятске Начали с переезда Они прошли Всю улицу Ленина Советскую Советскую На Авятске Советскую на Авятске До Ленина До моста До старого Зашли Сделали Щерса Сделали Ломоносова Понимаете Вот Мне недавно Товарищ говорит Слушай Так они до сих пор Стоят улицы Слушайте И причем Значит Условия было три Во-первых Расценки Такие как у нашего ГДМС Второе Денег у нас нет Вот если ты сделаешь Сегодня На 150 На 200 Миллионов рублей Значит Вот сидит Председатель Думы Значит Мы в бюджете На следующий год Закладываем И Значит Я в ней На рейф Я рассчитаю Железно с тобой И Значит И Третье условие Пять лет гарантия Пять лет Пять лет И все И не было никаких Нет И знаете Дело все в точном Дело в том Что у них Была Техника Уникальная техника Там был Компьютерный контроль За горизонтальной укладки А на тот момент Передавая технология была И ребята ездили Многие наши ездили Смотрели Как и чего Это что Работает все Компьютерный контроль Почему Дорого разваливаются Потому что Появляется яма Ямка появилась Значит Выбили Вот Бьется Бьется И все А здесь Компьютерный контроль За горизонтальной укладки И потом Я не знаю конечно Но Как эта дорога Будет стоять Но Бывший министр Транспорта Заявил что Мы песок Повезем из Краснодара Слушайте У нас слой песка Часто этого министра нет Уже Неизвестного Областного правительства У нас У нас У нас У нас У нас Делают Я не знаю Как это будет стоять Эта дорога Я не знаю Потому что И они Из крупнозернистого Видимо ПГС Ставят Будет ли это держаться У нас Не знаю Что Весь вопрос Воснования еще Воснования Да В хорошей подушке Да Кстати, раз уж вы упомянули водные артерии, не секрет, что у нас глава региона высказал такое пожелание, трудно это назвать уже обещанием и конкретными планами, они касаются того, чтобы сделать вятку судоходной. Вот вы как речник со стажем, соответствующим образованием и опытом, нужно это делать в настоящее время? Это полная глупость. Почему? Потому что, во-первых, молевой сплав запрещен, во-вторых, надо вернуть советскую власть тогда. Если вернуть советскую власть, то кредиты предприятие берет под нулевой процент. А сейчас 16-17 процентов, ну кого вы возьмете кредит? Это коммерческая стажка. Изъясников, изъясников. И пока с ним рассчитаются в июле месяце, в августе месяце, когда плод дойдет до Якубышева. Ну, это же, и потом, понимаете, Путин сказал, что надо восстановить водные артерии, особенно в Сибири. Вот там, где массовые грузы, там, где нет дорог, ничего нету. Вот там надо. У нас здесь и железные дороги, и автомобильные дороги. Ну, кто пойдет на реку? И потом, у нас же... В общем, это и экономически не сообразно, на ваш взгляд. Совершенно верно. В первую очередь. Ведь это же надо полбюджета областного ухлопать на это дело, чтобы на реку восстановить. Надо сегодня сделать железную дорогу к причалам. Все разобрано. Вот для того, чтобы на филейских причалах сделать железную дорогу, я был начальник Морисового порта, я дважды был у министра транспорта, ну, об компартии договорился. Денег просили? А? Денег просили, чтобы сделать? Нет, нет, денег, чтобы включили в план. А, какая разница? План деньги предполагает? Деньги есть. Они не включают в планы все. Потому что, ну, загруженный... Брежнев был в ту пору, племянник Брежнева, Ленина Ильича Брежнева, племянник. Вот об компартии договорился, а я ездил дважды туда. И с Матанцев, вот мы эту дорогу провели туда. Сейчас все разобрали. Сейчас полностью все... Ну, ликвидированный речный транспорт. Вот он и есть, значит, вот, он называется громко, называется, вязкое речное пароходство на филейке. Они просто песок добывают, больше ничего. Вот здесь. В Котельниче, значит, умерло все. Ну, и так далее. Василий Катич, остается у нас буквально три минуты. Хочу спросить, вы 10 сентября на выборы ходили? Ходил. За кого голосовали? За Мамаева. За Мамаева? Сергей Павлиныч, у вас коммунисты, они из раза в раз. Я единственная партия, в которой я состоял, больше никакой партии не состоял, я не стою. Коммунистская партия, Савис Клюзе. А на уровне города за кого голосовали? Депутаты городской думы. Тоже за КПРФ или нет? За КПРФ. За КПРФ. Я его хорошо знаю. Сергей Павлиныч имеете в виду? Нет, Сергей Павлиныч. А, значит, бывший директор института УФСИН. УФСИН. По-моему, не прошел. Не прошел. Не прошел в городскую дому. А коммунистам в настоящее время, в современных условиях, вот в нашем городе, в области, есть на что рассчитывать? У них есть какой-то ресурс, во властные структуры попасть? Или они, ну, некий вот такой, простите за слово, придаток? Вчера в интернете я прочитал довольно грустную мысль о том, что Крым, Крым, депутат, один из, украинский депутат, говорит, что Крым во времена Путина только существует, в советский, российский. А дальше они его дадут или их добьют, эту Россию. Если Путина не станет, то и Крыма не будет у нас. И Крыма не будет. Понимаете, дело все в том, что я убежден, что нет, ресурса нет у коммунистов в городе Кирове. Значит, и тем более, что, Сергей Павлинович, вы меня извините, но это не та личность, на которую можно ставить. Что вы имеете в виду? Ну, он был главой Советска. В Советске у нем не очень хорошего впечатления или мнения остались люди. И поэтому я бы считал, что вот если бы он передал свою полномочия, скажем, более молодому, там есть у них молодой парень, бывший, не будем говорить. Ну, есть главный. Есть, есть. Да, вот было бы намного полезнее. О, как! Ну, вы донесите до него эту мысль-то. Я доводил. А, доводили? Доводил. И что Сергей Павлинович говорит? Он обиделся на меня. Обиделся. Он еще считает себя, собственно, вполне на коне, да? Да. А почему народ на выборы не ходит? Вот 23% явка всего по городу составила Кирова. Народ не верит в эту власть. Народ не верит в эту власть. Ну, и за то, что Путин поставил Васильева, ну, это хорошо. И потом, знаете, это очень длинная история. В 2003 году я принимал участие в выборах. И мне там, значит, за 10 дней губернатора. Губернаторский. Да. Тогда было больше десятковид кандидатов. Да. 12, 13. Там 4 заместителя губернатора пошли. Значит, и представители думы. Я приехал к Кириенко. Мы с ним в очень добрых отношениях. С Кириенко. Кириенко. В ту пору он заканчивал Горьковский институт транспорта. Я Новосибирский. Коллеги. Да. Я говорю, кто будет губернатором? Вы определились? Он говорит, так, слушай, Вятка, кому она нужна? У тебя очень хорошее отношение с директорами заводов. Вы определитесь? Кто? Что? Мы поддержим. И в это время, значит, приехал, ну, наверное, я тут много секретарь раскрываю. Значит, заместитель, прокурор страны, и к нему Кириенко и говорит, ну, я подиграл Шаклейно. Вы знаете, многие говорили, что Кириенко киндер-сюрприз и все прочее. Там два компьютера от рождения вставлено. Понимаете? Умница. Умница. Умница страшная. И ко мне приехал специально за 10 дней до выборов, до кончания выборов, приехал, и вот заместитель говорит, надо снимать киндературу. Ну, как сейчас снимать? Везде штабы созданы, во всех районах. Он говорит, у тебя будет 5,80%. У вас? Да. Они 5,80% сделали, и все. Они только опарина не трогнули. Там 78% за меня проразвали. А так 5,8%. Все. Как он сказал, так и будет. Василий Алексеевич, к сожалению, завершается время нашей беседы. Пора нам прощаться с нашими слушателями. Здоровья вам в первую очередь. Спасибо. Бодрости духа, надеюсь, что еще не раз встретимся в нашей студии, уж с вашим-то опытом, с вашими знаниями вы остребованы. Спасибо. Всегда. Спасибо. Василий Киселев, избранный мэр Кирова с 97 по 2007 годы. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM.